Три собаки, две кошки, куры, юридическое сообщество и трое детей. Все это держится на хрупких плечах Натальи Вишневской. Уже много лет девушка-волонтер. И именно через волонтерство в ее семью попал этот молодой человек. В 2008 году Слава был в детском доме. Наталья работала в БИИ. В очередной раз она отправилась на помощь приюту Ласка. И в этот раз ей сказали, что надо взять с собой воспитанников детского дома. Я говорю, ну зачем вообще, что там, цирк что ли показывать, не зоопарк, там работать надо. Мне говорили, надо съездить, посмотреть на собак. Я сказал, ну я не хочу. У меня в итоге уговорила моя подруга, сказала, поехали съездим, что ты будешь сидеть. И он так сразу ко мне как-то прилабунился, мы там с ним. Я говорю, так, бери там доски потащили, там уголь, еще что-то. Я ничего не понимаю. Говорю, мы же собак пришли смотреть. Она ко мне подошла, говорит, что стоишь, пошли убираться. Мы пошли, понесли какое-то бревно. Донесли одно, второе, третье, разговорились. Я говорю, пойдешь в кино? Говорит, пойду. Вот мы пошли там всей семьей в кино сходили. Можно я буду к вам в гости приезжать? Так приезжай. Он стал приезжать, мы стали его брать на отдых куда-нибудь едем, рыбалка, еще что-то, берем его с собой. Сегодня Вячеславу уже 27 лет. И ему очень повезло, что когда-то он обрел семью. У многих детей в приютах есть родители, но они ограничены в правах. Из-за этого ребенка не могут усыновить, он не может претендовать на жилье. Но даже таким детям можно помочь, изменить их жизнь и стать примером. Наталья рассказала нам о проекте наставничества. За каждым ребенком в детском доме может быть закреплен куратор, проводник. С ним нужно видеться хотя бы раз в неделю, постоянно быть на связи. При этом воспитанника не нужно усыновлять, хотя это никто не запрещает. Наставник, прежде всего, нужен не для какого-то материального обеспечения ребенка, а для возможности осознания, что у него есть близкий родной человек, который ему поможет в любую трудную минуту, будет принимать его таким, какой он есть, и всегда будет находиться рядом. Для такого проекта существует масса площадок, которые ведут регистрацию. Это и у нас на территории Алтайского края есть, и в других регионах. В общем, это доступно на территории всей России. Стать наставником может любой желающий, пройдя отбор и обучение. А дальше – рандом. Никто не знает, какой ребенок вам достанется, как и в случае с рождением своего ребенка. Наталья уже подала заявку и скоро тоже станет наставником. Кстати, Вячеслав не исключает, что в ближайшем будущем он тоже возьмет под кураторство воспитанника детского дома. Ведь он, как никто другой, понимает, насколько это важно для жизни маленького человека. Я знаю судьбу этих детей в основном. И не всем там легко, и не всем просто. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.